Здарова дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман и сегодня в этом ролике мы разберем тему как же сдать на права в автошколе с буквально там пару секунд, даже особо не готовясь, ничего не уча, как это сделать максимально выгодно. Ну и данное видео у нас будет являться самым актуальным на сегодня. Именно в этом видео рассказаны все хитрости и секреты, как сдать на права. Ну а также ты можешь поучаствовать в моем конкурсе на 3000 донат валюты, для этого поставь лайк, подпишись на канал и напиши как можно больше комментариев, словами участвуй и ты победишь, как и этот парнишка в прошлом ролике. Ну а мы играем на Казани и кстати говоря мой промокодик здесь также работает, это промокодик ДИМК, благодаря которому ты получаешь очень жирные призы и кучу денег. Да ребята, обязательно его указывайте, даже если вы играете на другом сервере, он рабочий. В общем-то ребята, давайте-ка приступим, сразу же забежим в автошколу, в автокласс, любой класс вам будет возможен, если вы оплатите все штрафы. Имейте ввиду то, что 10 штрафов, это сразу же ребята забирают ваши права. И как же это сделать? Вы можете реально оплатить все штрафы, которые есть на сумму 6750, или же просто залететь в донат и получить права за буквально одну секунду. Есть вот такая вот штука, все лицензии, стоят на 150 рублей. Но, кстати говоря, если вы прямо сейчас пишите хэштег промо и вот сюда пишите допустим BRLAVE, вот такой вот ребята промокодик, я его уже вводил. Хотя, а нет, я его не вводил. То мы получаем купон X2 на 24 часа BMW i8 Roadster. Или же даже вот сюда можно писать такую промо как UPD1710, он также вам даст купон X2 на 24 часа. Соответственно, мы сразу же перелетаем в донат и нажимаем услуги, покупка всех лицензий вам будет стоить 75 рублей. Соответственно, приобретая, вы получаете права категории B. Я могу вам это продемонстрировать, то есть мы прямо сейчас, ребята, допустим, создадим любую машину. И давайте-ка, ребята, допустим ту же Toyota Camry. Как видите, все, мы даже со штрафами можем спокойно передвигаться. Ребят, реально можем передвигаться на любой тайочке, на любом вообще транспорте, даже в водном. Все нам будет абсолютно доступно, но при этом у нас есть, конечно же, штрафы, которые нужно будет оплатить. Ну а теперь вопрос, а как же сдать на права, если у вас, допустим, нету 75 рублей? Для этого, получив 11 штраф, мы сразу же отлетаем по всем правам и у нас опять их забирают. Поэтому оплачиваем штрафы. Все штрафы на сумму 10 уже 1800 рублей. Залетаем теперь в любой класс. И здесь, ребята, как видите, у нас вообще нету никакой либо категории. То есть у нас все обнулилось с 11 штрафом. Выбираем категорию B. Это самая, на самом деле, важная, наверное, для вас категория. Все последующие категории, они по сути ничем не отличаются от категории B. Там буквально, ну, может быть, вопроса 3-4 разных, да. И, кстати говоря, эти 3-4 вопроса, если вы даже завалите, вам все равно выдадут права. Имейте это в виду. Далее, что означает знак, отображенный на картинке? Это, ребята, наиболее скоростная дорога. Далее, знак обозначает начало населенного пункта. Скорость 60. Далее, этот знак устанавливает максимального 100 автомобилей, который может проехать дальше по дороге. Показывает водителю, что информирует о наличии радара на дороге. И этот знак обозначает конец населенного пункта. Соответственно, у нас скорость, ребята, 90. Далее, этот знак обозначает у нас ограничить максимальную скорость на участке, на котором он установлен. Этот запрещает обгон. Давайте-ка посмотрим. Запрещает обгон всех транспортных средств. Далее, при помощи подсказки или кнопки в радикальном меню можно завести двигатель автомобиля. Этот у нас отменяет... А, нет, стоп. Этот запрещает стоянку транспортных средств, если я не ошибаюсь. Да, этот знак запрещает стоянку и остановку транспортных средств. Этот знак говорит о том, что нам нужно уступить. А второстепенно дороги имеет, не имеет он преимущества. А, не пользуется, должен ехать на всех парах. Подождите-ка, по второстепенно дороге... А, вот, вот этот ответ. Так, этот говорит о том, что у нас идёт движение по кругу. А, знак главная дорога. Да, вроде так. Включает или выключает двигатель автомобиля. Вставляет ключ стартера или достаёт его. Ну, а этот у нас призывает до снации транспортных средств перед стоп-линией или перед краем проезжей части. Всё, мы сдали на права, ребята. У нас все ответы, все правильные. Ну, а теперь нам нужно, конечно же, пройти площадку. На что нам даётся буквально 15 минут. Сразу же говорю, включайте фары, двигатель. Включив фары, вас не остановят там на окончании последнего элемента площадки. Вы сможете на всех парах поехать дальше, проходить город. Ребят, тут очень просто. Вы просто газуете по этим меточкам. И, кстати говоря, ранее в городе можно было собирать ошибки и даже не включать у нас поворотники. Но сейчас нам переработали систему и теперь, на самом деле, это не прокатает. Поэтому, ребята, нам нужно в любом случае выполнять все задания, которые даёт нам искусственный вот этот интеллект, который позволяет нам получить эти права категории B. Опа, нам даже тут растения какие-то добавили. Ранее их, я помню, не было. Вот это, конечно, прикол, честно сказать. Реально доработали нам всю эту систему. Так, вот тут надо было включать свет, но так как у нас уже включены, мы даже не останавливаемся. Смотрим. Далее. Здесь нам нужно включить поворотник. Ребят, имейте это в виду, чтобы не получить штрафы. Поворотник также можно отключить. Всё. Едем дальше, ребята. Вот здесь, получается, мы включаем левый поворотник и, соответственно, поворачиваем. Ну, всё достаточно просто. Имейте в виду то, что раньше это можно было не делать. Ну, сейчас нам просто не выйдут права. Поэтому будьте внимательны и всё включайте своевременно. Ну и вуаля, мы, ребята, в принципе, практически доехали. Без единой ошибочки. И я думаю, что прямо сейчас получаем спокойно права категории B. Я думаю, давайте-ка даже тут не будем включать поворотник. Посмотрим, что из этого получится. Вот так вот, ребята, мы его не включаем. И всё на сроком 30 дней. Категория B нам доступна. Что же, ребята, вот такой вот видосик, где мы рассказали все хитрости. Как максимально выгодно купить максимально быстро права. Ну, или же как их сдать, если у вас, допустим, нет 75 рублей. С вами был Диман. Хорошо всем настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok